Необычные сталинки. Необычные, потому что вот такие визуально простенькие и малоэтажные. Для начала, как обычно, уточнение. Это не исторический экскурс. Это рассказ про конкретные дома для тех, кто в них хочет жить или интересуется тем, как в этих домах вообще живется. Итак, для начала, как обычно, как выглядят именно эти двух- и трехэтажные домики. Как только не выглядят. Внешне они даже не всегда визуально кирпичные, потому что многие из них уже ремонтированные, облагороженные, как оштукатуренные и, после оштукатуривания, покрашенные в самые разные цвета, какие только возможно. Так и просто покрашенные в разные цвета. Просто кирпич покрашен краской. А вот это фото из подмосковных Люберец. Это уже другие дома, но просто они напомнили. Люберцы это вообще город, где больше всех любят красить кирпичные дома прямо по кирпичам в самые-самые разные варианты. Ну, мы отвлеклись. Серия 1-260 встречается, конечно же, чаще в просто кирпичном варианте. Без отделки. Кирпич самого разного вида. И даже бывает с разными украшательствами. И по стене, и под крышей. Под крышей могут быть и в виде кирпичиков украшательства, и какие-то рисунки. Но это все не всегда. Чаще именно просто кирпич. Без излишеств. Ну, то есть разнообразие внешнего вида именно стен огромное и по стенам опознать получится вряд ли. Но, на самом деле, здесь все не сложно, а очень даже упорядоченно. И вообще, в плане упорядоченности, дом очень напоминает значительно более позднюю военную серию 101. Что имеется в виду под упорядоченностью? Несмотря на вот такое количество модификаций, с домами все понятно, легко, красиво. И более того, чтобы было еще легче разбираться, планировок в этих домах всего 4. Да, как обычно. Могут быть какие-то единичные местные исключения. И в одной из модификаций тоже есть исключения. Но о них попозже. Потому что их меньше всего. А основное количество модификаций это вот эти 4. Видно, что двушки и трешки, распашонки, то есть на две стороны противоположные дома выходят. Это для них большой плюс. Итак, про то, как отличить этот дом. В первую очередь, вот по таким огромным окнам с большим количеством створок, форточек. Да, их могут поменять уже на пластиковые с совершенно другой раскладкой. Но факт остается. Широкие, огромные окна в каждой комнате. В любой квартире, любой планировке, все комнаты с вот такими огромными окнами. В кухнях вот такие более узкие окна. Всегда. То есть, когда мы смотрим, например, вот на этот фасад, мы видим, что тут нет вообще узких окон с этой стороны. А значит, что? Значит, сюда выходят только окна-комнат. Вот этот же дом с другой стороны. И здесь уже выходят все окна-кухонь. Помимо окон-комнат. И видно, что они разные. Но это только одна из модификаций. В остальных все окна в разнобой. Но в любом случае, вот эти огромные окна в каждой комнате остаются. В торце же чаще окон нет. Иногда бывает одно окно. Очень редко, исчезающе редко бывает два окна. И вот как раз они, несмотря на то, что это окна-комнат, они чаще узкие. Ну, потому что это торец. И эти окна вторые в комнате. Поэтому они отличаются от всех остальных. А кто-то к ним вообще вот балкон приделал. Итак, с внешним видом разобрались. Модификации. И вот тут они даже по порядку нумеруются по-человечески. Наконец-то. Без не пойми откуда взявшихся дополнительных букв и цифр. Итак, 1,261. Это вот как раз та модификация, у которой с одной стороны фасада только огромные комнатные окна. То есть эту отличить легче всего. Два этажа, два подъезда, балконов нет. Только по две квартиры на этаже, двух- и трехкомнатные. 1,262. Тоже два этажа, два подъезда, но дом стал длиннее, квартир на этаже поэтому стало больше. Три. Добавились однокомнатные, балконов до сих пор нет. 1,263. Три этажа, три подъезда, появляются балконы. Ну, хоть и только на последнем этаже, но все-таки. 3А. Все то же самое, но дом стал снова уже. И не три подъезда, а два. И набор квартир тот же. Снова все три варианта. 4. Дом снова растянулся. И теперь четыре подъезда. Снова есть все планировки и балконы на последнем этаже. 5. Все то же самое, что и в предыдущем четвертом. Но на первом этаже появилось официально выделенное место под магазин. И поэтому планировки первого этажа и второго-третьего будут различаться. На первом этаже вот в этих двух подъездах будет по одной квартире на площадке на этаж. То есть человек заходит в подъезд, и у него на площадке только одна его собственная квартира. На втором и третьем все более стандарта. И последняя модификация. С ней вообще легко. Она угловая. В прямых частях этой угловой планировки все те же уже встречающиеся планировки, а вот в углу вот такие необычные двушки и трешка. Но это только в угловой секции, только одной вот этой модификации. Про сами планировки чуть позже, а пока основные достоинства и недостатки дома. Начнем с недостатков. Конечно же, это возраст. Это и возможность встретить вот такую электрику. И если дом не ремонтировали или ремонтировали криво, то, в общем, возраст дома большой. И поэтому надо смотреть на каждый конкретный дом, что у него с состоянием. Отсюда же следующий недостаток. Очень дорогой ремонт. Вот эти одни огромные окна комнатные поменять выйдет в большую сумму. А тут еще и все нестандартное. Двери высокие. Включая входную дверь высокую. И надо будет или проемы закладывать, или более высокие и двери, и окна покупать, что, опять же, дороже. Несущие стены продольные. Поэтому толстыми будут вот эти стены. Вот такие вот они по толщине. А с соседями будут перегородки, а не капитальные стены. Вообще, с этими стенами тут интересно. 10 см они по документам. Но по тем же документам, по чертежам, межквартирные стены в два раза толще, чем межкомнатные. А межкомнатные, вот мы смотрим на реальные квартиры, выставленные в продажу. По чертежам они 5 см. Тут как-то совсем не 5 см стена. А межквартирная стена по толщине, по документам, она в два раза толще. То есть, несмотря на то, что она не несущая, она в два раза толще, чем вот эта. Ну, в общем-то, должна быть нормальная звукоизоляция. Понятно, что никто не запретит пробить насквозь подрозетники и все уничтожить из звукоизоляции на корню. Но, тем не менее. Ну и, конечно же, в квартире из-за этой конструктивной схемы есть балки, которые не всегда вписываются в интерьер и которые, естественно, вообще никак нельзя трогать. Ну и непонятно, куда отнести к достоинствам или недостаткам газовая колонка. Она есть как на кухне, так и в санузле. Балконов нет вообще. Или в небольшом количестве модификаций, в которых они есть. Они есть только на последнем этаже. Ну, этот недостаток, когда кого останавливал. Ну и вообще, за такое количество лет балконы могут быть в очень плачевном состоянии. Естественно, не все. Но все-таки на этот момент тоже нужно смотреть внимательно. Иногда их, вон, даже укрепляют массово. Но это тоже, опять же, не всех останавливает. Вон, тяжеленное остекление стоит. Видимо, не все заморачиваются. А если нет балконов, иногда есть вот такие держатели для горшков. Ну и из недостатков сосулька-опасная крыша. Хотя этот же момент, то есть ее двускатность, обещает лучшую гидроизоляцию. И о достоинствах. Высоченные, по современным меркам, потолки. Ну, перекрытие железобетонное. А еще, как ни странно, для домов того времени большие санузлы. Та же стиральная машинка в них помещается. Сам дом кирпичный. Стены толстенные. Подоконники широкие. А это значит, что летом прохладно. Зимой тепло. Эти же огромные окна в подъезде. Красиво. Много света. Ну и еще один такой нюанс. Мало у кого уже осталось. И, опять же, непонятно, куда это отнести в достоинство или в недостатке. В двушках и трешках вот такие окна в санузле. То есть, туалет такой, с двумя окнами, просматриваемый с двух сторон. Ну, зато светло. В угловых комнатах бывает по две батареи. Еще и такие большие батареи. Подъезды часто сделаны вровень с землей. Редко бывает одна или две ступеньки. Ну, дальше, конечно, все равно подниматься по вот этим узким, совершенно стандартным лестницам. Но все-таки. И, конечно же, соседей в подъезде минимум. Планировки. Однокомнатная квартира. Метраж для однушки стандартный. Со стандартного же метража кухней. Из удачного. На входе может быть шкаф вот тут или вот тут. Для однушки это всегда актуально. И, как для однокомнатной, так просто огромный санузел. Причем, в него даже по-человечески сделан вход. И входная дверь отставлена. И вход в комнату тоже от нее отодвинут. Ну, опять же, по коврику не ходить. Двухкомнатная квартира. Основных вариантов два. В прямых секциях. Самое главное различие это местоположение кухни. Она или в начале квартиры вместе с санузлом, или в глубине квартиры с ним же. Конечно, вот такой вариант интереснее, потому что, опять же, нет этого самого хождения по дверному коврику. Ну и ванная опять нормального размера позволяет поставить стиралку. Зато. Вот в этом варианте планировки, где санузел рядом с дверью, если квартира в торце дома, а в торце есть окно, то в одной из комнат будет не просто два окна, а вот такой закуток с окном. Ну, как-то вот гардеробный язык не поворачивается назвать, потому что в те годы какие гардеробные массово. Но компоновка интересная. Если окна в торце нет, то все будет. Точно так же просто этот угол будет без окна. Ну, или вот этого места вообще не будет, и тогда одна из комнат просто будет проходная. Что бывает намного реже. А если вспомнить вот эту угловую модификацию, то вот тут в угловой секции есть еще два варианта двушек. Это более-менее обычно, а вот тут с такими изгибами прихожая. Необычно даже для современных планировок. Ну и трешки. Вход. Опять наш любимый, отставленный, чтобы по нему не ходить. И прихожая довольно большая. И кухня нормального размера, и комнаты все. Но вот тут в трехкомнатной есть одно интересное. В некоторых домах в комнате по два входа. Один вот здесь, и он делает одну из комнат смежной. Вообще, зачем это, почему, непонятно. Есть еще такой же из одной в другую дополнительный вход в 121 серии в трешках. Может, у кого-то есть варианты? Зачем это вообще нужно? Зачем в комнату по два входа? И что логично, этот вход люди заделывают.